День оборонцев Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь Увеншаванні Гомельського обласного выканавчага комітета і обласного савета депутатаў адзначаецца Гэта ўсінародная свята ўвасабляя непарывную сувість пакаленеў і пераемнасть ратных традицій Самаданная служэня Айчыне, вернасть прысязі і воинскам абавязку У гэта дзень мы аддаём даніну павагі і удячнасті тым, хто заўсёды бярох і працягвае аберагаць нашу радзіму Для кого абарона свайго дома і Айчыны – перша абавязак ісправа гонару Сёня на Гомельщыне адбудзіцца шэра гурачыстасця ў прымеркаваных да свята Сірод їх ўшанованне ветэранаў, ўскладанне кветак да памятных месцаў праведзенне святочных концэртаў У 14 гадзін ў Гомелі адбудзіцца цэрымоні ўскладанне вянковы кветак да помніка вечны агонь на площы працы Затым ў 15 гадзін 15 хвілін на лея героеў пройдзі гарацкі митэнг У 16 гадзін ў Гомельскім абласным драматышным театры будзі ладзіцца ўрачысты сход і святочны концэрт Падрабязнасті гэтых і іншых мерапрыємстваў прысвечэных Дню Абаронцаў Айчыны і Узбройных сіл Рэспублікі Беларусь глядзіцца ў нашых наступных выпусках Сёня ў Дзень Абаронцаў Айчыны свой 10-гадовый юбилей адзначае Гомельскі абласны музей военной славы У першыню для наведвальніка ўё начыніў свае дзверы 2-го ліпеня 2004-го года але ў той час гэтабу філіял Абласнога краўзнавчага музея А датай стварэння ўжо самастойной установы лічыцца 23-го лютага 2006-го года За 10-гадовую гісторую тут з'явілася шмат унікальных і редких експанатов Атрыманы знакавае узнагароды праведзіны унікальныя навуковае работы Што зараз праставляя сабой музей военной славы Раскажа Дмитрий Котаў Музей военной славы предоставляя кожному наведвальнику унікальныў махшымыць стать светкам военных падзей які вялися на територіў регіона со старожитных часов Атмосфера передаецца максимально докладна На момот быцам трапляеш у минуле У нас вообще был такой пробел культуры это нехватка музеев потому что музей – это единственное учреждение которое сохраняет историю в подлинном виде Поэтому у меня такая возникла идея создать хороший музей его называли военно-исторически по-разному такое название военной славы утвердило за ним и вот мы решили создать такой музей Вообще, это был проект, который осуществлен был очень короткие сроки, очень удачный и оказался очень популярным Архивные документы, каштовные фотографии, холодная и огнестрельная зброя, военное обмундирование У залах собраны, саправды, уникальные экспонаты А легалоную цикавость и значность представляют лесы Межвоенный период, ну и естественно, что львиная доля экспозиции, конечно, это Великая Отечественная война У постоянных экспозициях музея можно знайсти шмат уникальных экспонатов До прикладу Межимператорской гвардии Японии, який выкористовывался у 19-м ста годзе Як трапил ее на территорию нашей краины, докладно невядомо Лишится, что у 1945 годзе, после закончения другой Сусветной войны Дареши Межзанесены у Скарбонку музея в Беларуси Особливую каштовность мают и предметы новой выставы «Лес» и «Радзима-1» Яны закранают разные исторические периоды, а так само демонструют досягнение музея военной славы Например, у центральной части зала знаходится шинель и папаха маршала Дмитрия Язова Удельника Великой Отечественной войны и опошнего министра обороны СССР А вот эта экспозиция присвечена воинам-интернационалистам, які загинули в Афганистане Шаврон и Побач расповедают про эволюцию белорусской армии с советских часов Уличиваючись, что у Червене будет ровно 75 год с початку Великой Айчинной войны У суседних залах обновляется экспозиция на тему обороны Гомельщины летом 41-го года Шмадок этого невядомых экспонатов смогут убачить на ведовольнике уже праздне калькидён Достаточно интересный период, период, который требует новых оценок, новых осмыслений, подходов Ну и где-то незаслуженно забыт, скажем так, какие-то определённые периоды Поэтому посредством научных статей, посредством научных концепций И вот их реализации непосредственно экспозиции мы пытаемся этот небольшой пробел научный как-то заполнить В 2011 году музей стал лауреатом специальной премии президента Республики Беларусь за духовное одражение В 2014 году на другом национальном форуме Музея Беларуси гомельщане святковали перемогу в номинации «Патриотичное выхование» И в этом же году установа признана лучшим объектом военного туризма в Беларуси И это далёка неполный спис досягнений у супрацовников музея Тут с любовью и повагой протягуюсь пополнять уникальные экспозиции и шакают своих наведывальников Дмитрий Котов, Ялген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» Десяти годзю Гомельского областного музея военной славы и Дню оборонца Айчины Сегодня будет присвечен специальный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель» Гости студии расскажут про то, как створался музейный комплекс Кто стоял для вытока у его установления и какие проекты тут пропануть наведывальникам Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёня у 19.00 на телеканале «Беларусь-4» Пратягуем выпуск Пахаднение в супрацовнистве с китайской провинцией Тяньсу было подписано на передадні у открытым акционерным товарыстве «Спартак» У середине саковика УКНР отправится первая парта солодкой продукции гомельского предприемства Каля 150 найменя у цукерок, пяченей и вафлев, а гэта каля 10-15 тонн трапять у китайские крамы на початку мая Летось на «Спартаку» выробили каля 25 миллионов килограммов продукции 85% засталося на беларуским рынку, остатние отправили на экспорт Цёня присмаки под брендом «Спартак» продаются у крамах 25 краин света Зараз среди новых партнеров и Китайская народная республика Для гомельского предприемства гэта не только по ширине географии продажу, але и стабильные и выгодные умовы гандлю Со стопрацентной передоплатой и разликом не в долларах, а в юанях Дарэч и «Спартак» станет первым с беларуских харчовых предприемств, у якоя будзе примать оплату в этой валюте Белорусские продукты у провинции Цяньсу еще не спробовали Але по меркованию китайских гостей, кошт, якости смаг ломельских, саладостил докладно сподобаются же харам Поднебесной Мы выбрали печенье, шоколад, вафли и так далее Они все очень вкусные На сегодняшний день Китай для нас очень интересный рынок Потому что мы представляем его емкость, мы представляем его достаточно неплохую платежеспособность И тот весь ассортимент, который на предприятии вырабатывается, он сегодня достаточно хорошо продается другими производителями И российскими, и украинскими, и европейскими, и американскими на этом рынке До инших тем, суместные в учении супрацовника у Министерства по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь И гомельских отдайвинг-центра отбылись на одном з озера у Гомеле Кожный сбоку отпрацовывал свои дейни Воротовальники на лёде, дайверы под водой С места подей Яуген Поболовец Идея суместной работы службов з'явилась год тому Спочатку отпрацовывали суместные дейни на так званой закрытой воде, у бассейне Зараз вырешили спрацовать на открытом водоеме На двор ей поводины на льду же Хароу областного центра Штурхать до большей активной работы в этом накерунку Во-первых, ухудшение погодных условий Во-вторых, тонкий лёд именно в этот период года Очень много у нас и рыбаков, скажем так Поэтому именно погружение, поиск людей, спасение людей на водах Актуальная сейчас тема для наших спасателей А также обмен опытом с дайвин-центром, дайверами Это сможет применяться в дальнейшем для проведения работ каких-то, правильно? А также, если это поможет в дальнейшем приспасении людей и при поиске людей Вартовальники отпрацовали разные профессийные задачи Это и вытягивание потерпелых из воды И перевозка по лёде на спецмашине человека, який не может самостоянно выезти на берег А так само вартование потерпелых с другого берега по открытой воде Дайверы отпрацовывают самое важное для своей деянности Правила безопасности и адаптацию до экстремальных умов Покули гэта еще не инструкторы, студенты А ленью забавы может сдараться так, что довядеться допомогать и профессионалам Гомельские дайверы до этого готовы Мы как инструктора и я как инструктор, конечно, откликнусь В любой момент полезу, скажем так, спасать людей Тут вопросов нет, потому что я профессионал, курс-директор, инструктор и так далее Что касается наших студентов, конечно, если какие-то экстремальные будут ситуации То они откликнутся, да Абот в Абаке означает, что суместное учение такого кшталту Узбагачают вопытом усих Вратовальников по их непосредной службе, дайверов У метах поляпшения дальнейшей подрыхтовки Уже сё лето плануются выезды по открытой воде в Беларуси, России и Махчима Норвегии Евген Побеловец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» Телерадиокомпания «Гомель» суместно с управлением эдукации Гомельского облаконкама проводит телевизийный конкурс Ведущих детячих передач «Юная телезорка» На минулых выходных отбылся первый кастинг проекта Усе подробности в материале Светланы Князевой «Юная телезорка» – проект, правда, масштабный Под час его реализации из дымочной бригады телерадиокомпании «Гомель» Доведется побывать в каждом районе нашей области и областного центра Мета – отшукать сталиновитых юнаков и девочек 10-15 лет Якие станут ведущими детячей передачи в новом телевизийном сезоне Первый кастинг отбылся на минулых выходных Он пройшел на базе Гомельской средней школы номер 1 Члены журы оценивали артистизм, узровень выканавшего мастерства Умение импровизовать, ширость, фотогеничность и дыкцию школьников новобелецкого района Гомеля Первый тур конкурса уявляет собой кастинг, Який продуглеживает рассказ удельников про себя, демонстрацию творческих здольностей Удельники должны быть готовы до выканания верша, урылка прозы, отказа на питание членов журы Очень симпатичная есть парочка девочек, которые очень естественные, вот знаете, не такие неделанные, неприготовленные как-то Мне не всегда нравится культура одежды Не продумываются совершенно, что в балетках не выходят на сцену ведущие Члены журы означали цикавые образы юных конкурсантов, неподробные эмоции и живые интересы до выканания роли ведущего детской передачи Сирот тых, кто с долю взвернуть на себе увагу, 10-ти годовая Валентина Грамыка Девчинка займается танцами, вокалом и плаванием А как ты считаешь, какой должна быть ведущая детской передачи? Конечно же, веселой, доброй и отзывчивой Другий кастинг проекта отбудется пятого саковика у Гомельской средней школы номер 25 На него чекаются наученцы школы у сего Челуночного района Гомеля Светлана Князева и Дмитрий Радянко телерадует компанию Гомель Как правильно подобрать весельный убор, прическу и макияж З найти профессионального фотографа, ведущего и декоратора На это и многие другие вопросы, которые хвалят под рыхтовки до врачистости Можно было отримать отказы на другой региональной специализированной выставе «Весельный Гомель-2016» В модных тенденциях этой индустрии разбиралась Североника Ворошилина Под рыхтовка до веселья безумовно процесс радостный и не забыл на льен патрабуя немалых сил и часу Как полегчить эти бесконцы и пушики, стомные поездки и сустреча Головное продемонстровать самый широкий пиролик отповедных товаров и послуг Отразу у одной месяцы была организована другая региональная специализованная выстава «Весельный Гомель-2016» В прошлом году был очень замечательный старт и в этом году логическое продолжение на том же уровне С таким же большим посещением наших уважаемых горожан и гостей нашего города Ну и естественно с радостью экспонентов, которые предоставляют услуги, товары, все что касается свадьбы Выстава объеднала представников весельных салонов и агентствов, кондитерских майстернях, так самолепших ведущих, фотографов, декораторов, визажистов и инших специалистов индустрии Усеяные мкнулись и допомогти наведывальникам отказать наголовное питание, как наименьш затратно и наибольш видовищно организовать свою идеальную рачистость Знайомили присутных за пошними тенденциями весельной моды и давали им слушные парады Свадебная фотосъемка – это такая работа в команде, должны работать все и молодые фотографы Заранее все оговаривается, все детали, вплоть до того, какого цвета должен быть галстук, чтобы он лучше выходил на фотографии Зараз молодые пары у Сюжастей отдают перевагу выездным фотосессиям Их мкнуться организовать в пригожем малявничем месте, якое дозволит левше адлюстровать на здымках пяшчотные эмоции Выездные регистрации так само не губляют свою актуальность Одним из самых отказных моментов у их организации з'является оформление У Сюжастей заказчики керуются принципом «просто и с густом» За доходом от усяго штучного и ставкой на натуральное Мероприемство сопроводжалось арт-показами святочных уборов, майстер-классами по створению в образовне вес С текавыми розыгрышами, конкурсами и творчими музычными выступлениями Выстава «Весельный Гомель-2016» зараз мая региональный статус Однако, глядячи на ее масштабность, запотребованность и текавость сбоку жахару Организаторы мают намер в будущем поступово поширать ее межи Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель» И на гэтым пакулюсьо, у студии працавала Наталья Игнатенко Усяго доброго и до встречи у эфиры Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова